Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас рада приветствовать на своем канале Блондинка Жарит. И сегодня у нас очень классный, вкусный, сладкий обзор японских и азиатских моти. Погнали с вами кушать и пробовать. Все уже на столе. Могу признаться, признаться, что мои моти, моего приготовления у меня в этот раз не совсем удались, потому что я решила сделать по новому рецепту, до этого я готовила по другому рецепту. Другой рецепт был, когда тесто тоже в микроволновке я делала, я его там доготавливала, потом вылепливала и все было готово. Здесь я допекала уже в микроволновке вместе с начинкой. Буду пробовать, посмотрю, что получилось, но на вид они... Ну, начну я не с них, мои дорогие друзья. У меня есть вот такие замечательные моти. Я просто в восхищении от этого десерта. Вы просто посмотрите, это чудо. Ну, я вообще рада. Запах шоколада, дорогие мои друзья. Здесь есть апельсин, клубника, фисташка, можжевельник, малина и ваниль. Я хочу попробовать клубнику. Вот она здесь. Вот такого формата. Это замечательное пирожное, конфета. Как его назвать, даже не знаю, потому что это просто десерт восхитительный. Разрезаю внутри. Снизу шоколад, наверху белый шоколад, клубничный, возможно. И здесь начинка. Друзья мои, отрежу кусочек и попробую. Это так вкусно. Это очень вкусно. Сладко. Скажу, что сладко. Начинка вот такая. Она кремообразная, пастообразная. Единственное, ее, наверное, если в холодильнике сразу достать, она будет более густая. Но это очень вкусно. Это очень красиво. Я думаю, такую коробочку в моти можно принести и подарить в подарок. Будет просто замечательно. И состав у них максимально натуральный. То есть, вот это очень вкусно и хорошо. Давайте, мои дорогие друзья, попробуем еще. Даже не знаю, на что у меня упадет мой взор, но он у меня уже упал. Сначала на одно, потом на другое. Но все-таки хочу попробовать с бананом. Я так понимаю, что оно с бананом. Да, банан нарисован. И выглядит очень классненько. Посмотрите. Упаковка. Давайте встроим. Очень нравится, что внутри, в маленьких пакетиках все. И не надо меня ругать, что я не берегу нашу окружающую среду. Просто извините, у меня много всяких вот этих вот моти. И все, я за раз мы это все естественно не съедим. А оно испортится, придется тогда выкидывать. А так оно сможет долго храниться. Поэтому для меня это плюс, мои друзья. Оно прям мягенькое, там как желе. Мне это очень нравится. Хочу его посмотреть. Но это просто замечательно. Оно такое нежненькое прям. Посмотрите. Попробую верхнюю часть. Банан. А внутри, ой, а внутри капелька шоколада. И не одна, а несколько капель шоколада. И как маршмелло. Дорогие мои друзья. И еще не только это, там еще и банановое желе. Прям посмотрите, мои друзья. Не могу вам это не показать. Вкусняшина. Вкуснятина. Я просто вообще в шоке. Это у нас кто производитель, друзья мои. Индия. Это Индия производит. Индия очень вкусно произвела. Постав тоже более-менее натуральный. Вот это очень вкусная штука. И ароматная, и вкусная. Но давайте попробуем с шоколадом. С белым шоколадом. Я так понимаю, какая милая. Молочная, да. Молочный шоколад. Должен быть сливочный вкус. Очень хочется попробовать. Упаковочку эту. Так, упаковали. Хорошо. Так, мои дорогие друзья. Упаковка. Посмотрите, какая красивая. Я вам не показала, прошу прощения. Но сейчас я вам покажу все, что там внутри. А ведь это важнее, чем внешняя оболочка. Согласитесь. Вы как думаете, вот что? Вот, допустим, у человека внутри. Внутренний мир важнее, или все-таки внешний? Как вы думаете? Или все должно быть сбалансировано? В идеале, да? Правильно? Ну, у нас что в мире, я считаю? Ну, и не... Вот мне всегда говорили, это плохой человек, а это хороший человек, но в детстве, да? Как? Как может быть этот человек абсолютно плохим? Как? Он абсолютно плохой для кого-то. А для кого-то он абсолютно хороший. Например, для родителей он хороший, да? Ну, может, он для родителей и плохой. Там, для соседа он хороший еще. Нет абсолютно плохих людей. И нет абсолютно хороших людей. Вот напишите мне в комментариях, я что, не права? Я считаю, что я права. Как это? В каждом человеке есть плохое, в каждом человеке есть хорошее. Каждый, любой человек может плохо поступить. Может хорошо поступить. Просто нет абсолютно плохих людей. Так, здесь что для меня минус, то, что они, естественно, в общей упаковке. Но на вкусовые качества это никак не влияет, поэтому давайте пробовать. Запах молочный, посмотрите. М-м-м, красота. Да-а-а. Она упала. Она упала на стол. Она меня, наверное, позвала и сказала, съешь меня, дорогая. Иди ко мне. Здесь шоколад что? Он такой, ну, тоже как пастообразный. Обычно шоколад-то густеет. Это даже не шоколад больше. Это больше не шоколад, это больше, ну, как начинка. Молоко сухое со сгущенкой смешиваете, она как сыпучая. Такая штука. Ну, реально. Вот оно какое. Ну, в целом, очень вкусненько. Оно не переслащено, как часто делают, переслащивают. Я не любитель переслащенных десертов. Иногда, иногда можно вот этот переслащен. Переслащен первый десерт в красивейшей упаковке. Но он очень вкусный. Переслащенный, сладкий, ну, прям очень вкусная начинка. И все. Ну, с чаем самое оно. Здесь не такой переслащенный. Но мы пойдем с вами дальше. Это у нас 4 вида, я так понимаю, моти, тропические фрукты, манго, личи, маракуйя. 120 грамм. Вот такая упаковочка. Посмотрите, мои дорогие друзья, как это выглядит, интересно. Страна-производитель. Тайвань, Китай. Молодцы, китайская, настоящая. Вскрываем. В индивидуальной упаковочке. Я всрыла, сразу пошел запах. Прям запах реально пошел. Ну, я так чувствую, что это немножечко ароматизаторы искусственные. Не очень натуральные. Но, тем не менее, очень ароматные. Прям захотелось попробовать. Хочу посмотреть, действительно ли я права. Ну, да, подсластителей здесь полно. Нет, манговый сок, сок маракуйи, сок личи, дыни. Три галоза, сорбит есть подсластитель, сливочное масло. Ну, короче, состав, в принципе, не очень плохой. Запах замечательный просто. Я вот, не знаю, завольно почувствовала почему-то искусственный ароматизатор. Но нет, я не права. Это очень, кстати, классная штука с настоящим соком. Да, есть недочеты в составе, но в целом все хорошо. Вот, он такого формата. Даже прям как сердечко мне напомнил. Лайк. Давайте меня лайкнем, мое видео, друзья. Так вот, давайте откроем. Здесь у нас что? Здесь у нас вот тесто само. Достаточно мягкое, вкусное. Внутри идет вареница такая, рачинка. Запах, конечно, прям вкусный. Ну, это личи. Тоже не переслащено. Не переслащено. Сделано достаточно вкус умеренный. Но для меня сладко. Я сладкого много не ем. Вот только на видео для вас, дорогие мои. Снимаю, кушаю. Друзья мои, хочу вам показать вот такой замечательный, необычный формат моти. Здесь 180 грамм. Вот посмотрите, как оно выглядит. Такого цвета. Темные моти. Здесь у нас, значит, страна-производитель. Я даже не прочту, потому что, к сожалению, даже вообще никакого перевода. Но только 958 код производителя страны. Это можно вбить в гугли и увидеть. Дорогие мои, очень интересно посмотреть. Тут, я так смотрю, белочка есть. Или это брундук? Эти. Чип и Дейл. Это Чип и Дейл там, вот я так понимаю. Я не разбираюсь. Не разбираюсь. Так, ну, друзья мои. Выглядит, я скажу вам, конечно, интересно. Посмотрите, какой цвет. Реально очень цвет интересный. Из-за черники или из-за красителей чернил каракатицы. Потому что часто добавляют чернила каракатицы. У меня вот есть паста и макароны, которые черного цвета. Там чернила каракатицы. Кстати, очень вкусненько получается. Так, хочу открыть. Вот оно, снаружи какое. Запах черника. Черная смородина? Да, черная смородина. Там внутри как жилем. С маршмеллоу растекается. Достаточно вкусно получилось. Мне нравится такой формат. Не очень сладкий, но я хочу попробовать свой. Друзья мои, сильно не ругайтесь. Вот, не получились. Конечно, хотелось бы, чтобы получилось. Ну, вот что. Вот мое моти. Шоколад растопился. Само тесто, вот, на тесте шоколад. Тесто неплохое. Я ожидала, что по вкусу будет хуже. Хочу еще тесто попробовать. Нет, тесто хорошо. Ну, очень даже. Тоже особо не сладкое. Рисовый привкус. Нет, тесто хорошее. Все-таки вот что-то удалось. Я его даже съем. Попозже с чаем. Не очень сладко. Шоколад, там, горький шоколад у меня. И горький шоколад дает к сладкому рису. Вкусный, вкусный. Я думаю, что это замечательно. Просто, как-то, видимо, я их большими, что ли, сделала. Или не такой рецепт. Просто в тот раз у меня были маленькие. Так, давайте сделаем вот это. Очень красивое. Очень красивое моти. Это как губки. Губки, ну, это волосики, получается. Шляпка или что это. Так красиво они сделали. Значит, здесь у нас 691 какой-то регион вот в нашей входе. Вот, они вот такого формата, друзья. Беленькие. Запаха вообще практически нет. Только риса. Друзья мои, хочу вскрыть, посмотреть. Внутри замечательная какая-то начиночка. Вижу уже. Очень вкусно просто на сироп сладкий. Прикольно. Действительно просто сладкий сироп. Необычно. Ну, нежный вкус. Сливочный вкус. Мне нравится. Вкусненько. Хочу попробовать клубничку. Так, клубничка у нас Тайвань написано. Тоже в каждой штучке упаковочка. Упаковано. Молодцы, молодцы. Спасибо. Спасибо, друзья. Давайте я вас сюда положу. Вот такая вот штуковинка. Прикольная. Открываю. Она очень нежненькая, мягенькая. Клубничкой пахнет. Давайте ее вскроем. Там прям вот много начинки. Так, пробую тесто. Тесто не сладкое. Ну, в меру сладкое. Чуть-чуть подсластили. Ну, как все остальные моти тоже. А внутри? Очень похоже на настоящую протертую клубнику. Вкусно. Хороши. Ну, очень даже вкусненькие. Моти-моти. Конечно, вот это вот не совсем классическое моти. Здесь больше как начиночка. Начиночка из фруктов и в шоколаде. Ну, просто было уж очень интересно попробовать этот вариант. Он, конечно, очень сладкий. И кислинку чувствуется. Настоящих фруктов. Да, там вот и состав, и все, и красиво. И подача красивая. Прям лайк. Остальные моти тоже вкусненькие. Я вот ни одного пока невкусного, даже мне мой понравился. Ну, да, мой тоже, кстати, неплохо. Он просто выглядит неказистым. Каким-то ни таким неровным, ни маленьким, ни красивым. На самом деле, тесто очень классное. Начинка просто надо потренироваться. Я вот это второе своей моти делаю в жизни. Но первые у меня получились. Первые получились. По другому рецепту. Рецепт, вот как-нибудь я сниму видео с первым рецептом моти. Постараюсь и сделаю прям домашние, разные, вкусные. Друзья мои, хочу попробовать. Тут такие красивые нарисованные зефирки. Посмотрите, тут такая бумпуска. Это же, наверное, Япония. Любят они вот таких вот рисовать малышей. 695 регион страны. Но я не смогу сказать, кто это, потому что ни слова по-русски, к сожалению, вообще нет. Друзья мои, какая милота и цвет такой. Посмотрите, розовенький прям. И запах. Ну, я просто в шоке. Я просто в шоке. Запах просто сразу пошел вкуснятный. Хочу ее взять и попробовать. Вот. Белая начинка. Очень свежий вкус. Очень необычно свежий прям вкус. Друзья мои, даже не пойму, что это. Честно. Запах есть, все есть. Яркий вкус. Ну, яркий запах. Молочная, понятно. Но очень свежий вкус. Очень так вкусненько. Я вот такие еще кушала с удовольствием. Так, мои дорогие друзья, у нас еще моти вот в таком формате с медвежонком. Они в виде палочек. Очень интересно сделано. Таких в виде палочек очень... Первый раз, на самом деле, я вижу. Не то, что очень мало, а первый раз. Что у нас здесь? Хочу посмотреть. Страна-производитель тоже я не узнаю. 695-й производитель по странам. Вот такие палочки. Так, мои друзья. Запах сливочный. Так, отрываем. Вау! Чинка мало. Как вкусно. Очень вкусно. Необычно. Он больше распадается на кусочки. Он более такой, как песочное тесто прессованное. И внутри такая же начинка. Так, у меня здесь впереди лежит моти из Тайваня. Хорошо, что написано Тайвань. Значит так. Есть апельсиновый, есть дыня и есть клубника в этой упаковочке. Так, мои друзья. Я сейчас это вскрою. Достану. Все они в одинаковых. Не написано. Да, написано фруктовой моти. А что за внутри, мы не знаем. Но он там видит, но красненький. Хотя из-за упаковки я могу ошибаться. Посмотрите, красота. Красивая упаковочка. Само оно очень нежное. На полощупу прям такое. Так мякоть хочется, жмякоть. А внутри у нас вот много начинки. Тесто. Тесто как обычное, везде практически, кроме как в палочках, оно другое. Ну и в первом варианте тоже другое. Клубника. Прям такое впечатление, что я даже вот эти семечки клубники жую. Очень даже вкусненько. Друзья мои, у нас остались моти вот такого формата. Это, посмотрите, упаковка замечательная, такая строгая. С чаем матчем. Со сливочной начинкой Японии. В Японии эту красоту производят. Вот, я сейчас отрежу кусочек. Вот, она в каждой упаковочке, индивидуально. Ну, спасибо, друзья. Посмотрите, посмотрите, цвет просто зеленый, насыщенный, как изумруды. Обожаю изумруды. Изумруды камни, камень. У каждого свой камень там как-то. Я не знаю, как, что, но притягивается камень прям. Каждый человек ощущает, наверное, свой камень. Не просто нравится, мне многие нравятся камни. А вот именно изумруд как-то мне дает энергетику. Но я его не часто ношу, если честно. Почему-то. Главное, что лежит, что есть. Так вот, друзья мои, посмотрите, какой цвет насыщенный просто. Замечательный. Так, раскрываю. Внутри начинки тоже очень много. Чай матча ощущается. А внутри как будто... Ну, сливочный крем, как из эклеров бывает. Ну, очень тенький вкус. Прям такой необычный. Насыщенный. Не скажу, что слаще, чем остальные большинство моти. Но насыщенный. Прям матча. Вот дает вкус такой прям глубокий. Дорогие мои друзья. А у меня есть еще вот что. Тайвань. Тайвань, молодцы. Паста адзуки. Паста адзуки делается из обычной красной фасоли. Давайте смотреть. Паста адзуки. Я люблю пасту адзуки. Мне нравится. У меня была... Вот покупаешь в азиатских магазинах всякие вот вкусняшки. Вкуснятины и очень вкусные продукты. И вот у меня паста адзуки была целая вот упаковка. Целый пакет. И соевая паста. Я же без глютена еще выбираю. И без всяких глутаматов, натрия и добавок мне очень сложно найти и выбрать. Но я умудряюсь. А вы напишите в комментариях, как вы относитесь вообще к глутаматам, натриям, ко всяким добавкам, к Е. Сами кушаете, покупаете, не покупаете. Так, мои друзья. Вот такая мягенькая. Прям мягенькая она. Очень мягкая. Очень нежная. Прям даже боюсь, что сейчас развалится. Вот. Я ее разломлю. Паста адзуки. Папах фасоли. Друзья мои, вы скажете, что здесь как можно фасоль есть со сладким. Это не десерт. Это прям не то. Но я вам скажу, что это очень вкусно. Паста адзуки кладут в Корее. Есть такой десерт, очень вкусный. Из теста делается пшеничного, рыбка, а внутри кладется эта паста адзуки. Ну, бывают разные начинки, но вот с пастой это традиционное корейское блюдо. Очень вкусненькое. И паста это, она идет как для десертов. Вот. Я сейчас вот этот замечательный кусочек откушу, попробую. Друзья мои. Ну, очень вкусно. Фасоль, она даже вкуснее в таком виде, чем в обычном. Чем в традиционном, в нашем русском суп с фасолью. Я не знаю, там или что, здесь вкуснее. Вот просто вообще вкусно. Почему только фрукты могут быть, фрукты там могут быть только в десертах? Нет, 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 фасоль. Обожаю азиатские сочетания. Обожаю то, что они сочетают, несочетаемое на первый взгляд. Мясо со сладким, мясо с клубничным джемом, ветчину с джемом. Там вот это все. Я всегда раньше, даже до того, как я влюбилась в эту кухню, я всегда любила кушать обычные салаты с яблоком со сладким. То есть я в салат еще нарубала сладкое яблоко в обычной оливье. Это же замечательно. А потом я дальше шла, уже больше накладывала сладостей. А сладкие соусы. А как же можно вот утка с медом? Это же очень вкусно. Просто утка с медом. Ну, томленая, можно жарить, можно что. Я вот, допустим, не жарила последний раз. Я ее просто отварила грудку у тенка без кожи. Отварную просто отварила. Потом взяла, слила всю эту воду. Туда ложку меда. Ну, там ложку-две меда по виду надо смотреть. Сколько добавить, надо видеть сразу. И, короче, я вот это все перемешала и даже не стала обжаривать. А просто сразу вот это вот вместе с медом мы скушали замечательно. С картофельным пюре. Это просто очень вкусно. Не бойтесь сочетать вкусы сладкое с несладким, с соленым и, я не знаю, с другими видами. Это реально очень вкусненько. Просто рецепторы языка начинают работать по-другому, наверное. Узнавать новые вкусы. Друзья мои дорогие, я надеюсь, вам было очень интересно. Очень хочу с вами общаться поближе, узнавать вас. И хочу, чтобы вы узнавали меня. Поэтому вы мне, пожалуйста, пишите комментарии. Спрашивайте что-нибудь, говорите, о чем снимать. Конкурсные видео я буду стараться делать чаще. И, мои дорогие друзья, ставьте мне лайки. Подписывайтесь на меня. А я с вами, мои дорогие друзья, обращаюсь. Пока-пока-пока-пока.